Мир вам, братья и сёстры! Слава нашему Господу! Господь даёт нам эти дни, чтобы больше вникнуть в Слово Его. И об этих событиях уже делились многие братья, и Господь открывал уста их, и они проповедовали об Иисусе Христе. Я хотел бы также поделиться Иван Леотеана. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, мы будем читать из 18 главы, с 28 стиха. И ниже. Иван Леотеана, 18 глава, с 28 стиха. От Каяфы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они вошли в приторию, чтобы не скверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, в чём вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его, вы по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрёт. Тогда Пилат опять вошёл в приторию, призвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский. И Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? И другой текст, опять же, Иоанна Леотеяна мы прочитаем из 19 главы с 14 стиха. 19 глава с 14 стиха. «Тогда была пятница, перед Пасхою, и час шестой, и сказал Пилат иудеям, все царь ваш, но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распнул? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону посреди Иисуса». Вы знаете, мы уже размышляли в прошлое воскресенье о вере в Мессию, то, что повествование идёт, Писание нам раскрывало сердца первосвященников. Помните, Христос им ясно сказал, что они не могли любить Бога, они не могли верить в Писание, и они не хотели прийти к Иисусу. Действительно, и части из народа, они были ожесточены своим сердцем, чтобы поверить в Мессию. Но мы также видим, что ученики, которые следовали за Иисусом Христом, они, ну, по простоте своего сердца, из любви к Господу, они шли до конца за Иисусом. Помните, однажды Иисус Христос, когда сказал такие ясные слова, «Славлю тебя, Отче! Ты утаил это от мудрых и разумных, но открыл это младенцам». И действительно, Отец Небесный открыл ученикам Иисуса Христа, помните, Пётр называл Иисуса Христа, Мессия, действительно, «Ты – Сын Божий», то, что было открыто Отцом. «Однажды Христос сказал ученикам Своим, «Мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудить Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие». Другой текст, Евангелие от Луки, 22 главе, 37 стих. «Иисус скажет, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям приччен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Конечно, они из этого ничего не поняли, так говорит Слово Божие. Слова эти были для них как сокровенные, сокрытые, и больше они не разумели сказанного, то, что говорил Иисус Христос. И все же им предстояло быть в Иерусалиме, когда совершался суд над Христом. Я хотел бы предложить эту тему сегодня – суд над Христом. И самое первое мы видим, о чем говорит Писание. Это суд первосвященников и книжников, то есть представителей еврейского народа, и у которых был закон Божий. Они должны были осудить Иисуса Христа, именно руководствуясь законом Божьим. Вы знаете, если открыть Ветхий Завет, в книге Второзакония ясно было прописано для иудеев, для первосвященников и для народа, что значит судить по справедливости. В книге Второзакония, в первой главе, 17 стих. «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого. Выслушивайте, не бойтесь лица человеческого. Ибо суд – дело Божие. Второзаконие 1, 16. Я дал повеление судьям вашим, в то время говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его». В книге Захария, 8 глава, 16 стих. Мы читаем «Вот дела, которые вы должны делать, говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших». В другом тексте, Второзаконие 13, глава, 14 стих. Было написано, что прежде чем судить о каком-то деле, нужно было «хорошо разыщи, исследуй и расспроси». Еще один важный момент, прежде чем судить было человека в народе Божьем, руководствуясь Словом Божьим, нужно было найти свидетеля, и не одного, а два или три. Одного свидетеля недостаточно было осудить на смерть человека. Второзаконие 17, глава, 6 стих. «И по словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осужденный на смерть, не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля». Еще один важный момент, послушайте. Когда свидетели должны были засвидетельствовать против человека и осудить его на смерть, там должно было проговорено было. Рука свидетелей должна быть на нем. Это важный момент, когда свидетель выступал и говорил обвинение против другого человека. И если это было ложным свидетелем, там дальше должно было в законе Божьем поступить с этим лжесвидетелем так, как он хотел поступить, обвиняя другого человека. Второзаконие, мы читаем, «Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему». Это был закон Божий. Первосвященники и книжники, они должны были руководствоваться именно законом Божьим и произвести суд над Иисусом Христом, именно руководствуясь вот этим словом. Вы знаете, если вы внимательно слушали вот эти места Священного Писания, я хотел бы немножко вкратце наполнить, о чем мы услышали, когда человека должно было судить. Послушайте внимательно. Выслушивайте братьев своих, то есть полная свобода для подсудимого. Судите справедливо, миролюбно, то есть иметь гласность в разбирательстве дела, то есть оно не должно было сокрыто все. Хорошо расспроси и следуй, это точность в обвинении. Это все нужно было делать. И, естественно, защита от свидетеля, то есть ложного свидетеля, должна была какая-то быть защита. Если свидетель ложный, сделай ему то, что он умышлял сделать. Вот это была ответственность, когда человек свидетельствовал против другого. Это был какой-то страх и удержание. Но мы посмотрим именно на Евангелие. Когда мы читали вот эти тексты, то мы увидели, вот Евангелие от Иоанна 18 главе, я чуть-чуть выше взгляну, с 19 стиха посмотрите. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его, ибо о учении Его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил, и вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Из этих текстов мы видим, как попирается вот этот закон Божий. Первосвященники не предоставляют пока свидетелей, но начинают сразу допрос, и мы видим, что то обвинение, которое они начинают спрашивать, Иисус Христос говорит, «Я явно говорил, вы спросите те, которые слушали меня, вот их спросите как свидетелей, на что священники, служители, они начинают бить Иисуса Христа». Это видно, что действительно тот пункт, вы слушаете братьев своих, это было попираемо и пренебрегаемо. Мы идем дальше. Первосвященники и старейшины в книге Евангелия от Матфея, 26 глава 59 стих 60, первосвященники и старейшины, весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашлось. Вы знаете, действительно, когда мы читаем вот эти события в этом Евангелии, мы видим, как ложно обвиняют Иисуса Христа. Одни говорили, что он храм разрушить хотел, другие говорили, что он возмущает народ. И все эти ложные обвинения предоставлялись, но они не могли поставить точку, чтобы совершить смертную казнь над Иисусом Христом. как-то Иисус Христос скажет очень важные слова. Обращаясь к фарисеям, он скажет, вы оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сиена надлежало делать и того не оставлять. Вы знаете, когда мы читаем в 28-м стихе вот этой главы 18-й, они вошли в приторию, чтобы... Они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Вы чувствуете, какой перегиб важнейшее в законе. То есть, задумали убийство, предоставили ложных свидетелей, но и останавливаются перед нечистотой стен языческого того помещения, где находился Пилат. Важнейшее в законе, их не очень волновало то, что они несправедливо осуждали человека. Но вот это то нечестие, как они боялись оскверниться от языческого помещения, у них присутствовало вот это, то, что одно оставили важнейшее, а не важнейшее присутствовало, то, что они старались исполнять. Обвинение. Евангелие от Марка мы читаем, все же они находят обвинение в 14 главе 60 стиха. Тогда первосхищенник стал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Вы знаете, действительно, Христос молчал и в последующее время молчал, потому что Он видел, насколько первосвященники уже исказили суд Божий. Тот суд, который присутствовал в Ветхом Завете и как они должны его были совершать. «Но он молчал, не отвечал ничего. Опять первосвященники спросили Его и сказал Ему, ты ли Христос Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я и вы узрите Сына Человеческого, сидящего десную силы, грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, и сказал, «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется, они же все признали Его повинным к смерти». Это приговор еврейского Синедриона, то есть они вынесли приговор, несмотря и не предоставляя свидетелей. Они обвинили Иисуса Христа в богохульстве. Вы знаете, конечно, если брать и Ветхий Завет, как нужно было определить истинного пророка, мы уже слышали, пророк, который произносил слово, оно непременно должно было исполниться. Иисус Христос говорил о своей смерти, и многие слышали, и так оно совершилось. Иисус Христос говорил о разрушении Иерусалима, пройдет время, оно совершится все. Все это слово, которое говорил Иисус Христос, оно исполнялось. Но еще один момент в книге Второзакония было сказано, если пророк, который совершает чудо и потом говорит о другом Боге, увлекая тебя поклониться другому Богу, то ты не слушай этого пророка. Мы нигде не находим, чтобы Иисус Христос не говорил о Писании. Он ясно говорил, что Он пришел от Отца Небесного. Он ясно говорил, что Он именно тот, которого послал Отец Небесный. И послушайте Иван Леотеана. Он скажет 10 глава 36 стих. Тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. В другом тексте Иван Леотеана 6 глава 27 стих. Он скажет, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающую в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Так свидетельствовал Иисус Христос о Себе. И то обвинение, которое уже последнее вынесли первосвященники, оно не имело силы. Мы видим в Писании, как все это искажалось и попиралось. И мы приходим к другому суду. Это суд языческий, суд Пилата. Послушайте, он представитель Рима. Самый первый вопрос он задает первосвященникам. В чем обвиняете человека всего? Кто-то сказал такие слова. Наша совесть, судья непогрешимая, пока мы не убили ее. И действительно, помните, апостол Павел в послании римлянам во 2 главе 14-15 стих, он говорит именно об этой совести. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие. Одна другую. Как-то мне пришлось читать записи, ну, краткие записи о римском правосудии римского юриста. В древности один юрист, он так кратко изложил вот это правосудие Рима, в чем оно заключалось. Послушайте, самое первое, нужно было честно жить. Второе, другому не вредить. И третье, воздавать каждому свое по его заслугам. Так жил Рим, имела римское право. Это был действительно закон по совести. И о чем говорил Павел, вот тот закон, он, не имея незакона, но закон совести был, присутствовал. Почему Пилат и сразу и спросил, в чем вы обвиняете этого человека? И в дальнейшем при беседе с Иисусом Христом он будет говорить, я не нахожу в нем вины. Я не нахожу в нем вины. Вы знаете, вот этот ответ Пилата, я никакой вины не нахожу в нем. И те обвинения, которые предоставили первосвященники, кстати, они для римского, для прокуратора этого, для Пилата, представителя Рима, они предоставили другое обвинение. Если для себя, для своего народа обвинение было в богохульстве, что он называл себя Божьим Сыном, то для Рима, послушайте, обвинение, он называет себя царем иудейским. в последствии действительно они скажут ему, если ты отпустишь его, то ты не друг кесарю. На что они делали упор? Всякое восстание против Римской империи, против кесаря, оно подавлялось, потому что римский закон гласил о том, чтобы действительно те провинции, которые в подчинении у Рима были, они должны были подчиняться и никаких других царей не должно было быть. Один царь, кесарь, должен был как бы владеть всеми этими провинциями. Последнее, о чем хотелось сказать, в Слове Божьем написано «Избылось слово Писания и к злодеям причтен». Мы увидели действительно на страницах Писания, как происходил вот этот судебный процесс. Тот народ Божий первосвященники, которые отвечали за правильный и справедливый суд, они переступили все это. Тот языческий суд, в котором Пилат пытался освободить Иисуса Христа, но все же умыл свои руки и сказал, что вы судите по своему закону. То слово, о котором было сказано к злодеям причтеным, о чем говорил Иисус Христос, что должно ему пострадать от первосвященников и книжников, что должно ему быть поругаемым от язычников, оно исполнялось. Последнее, о чем хотелось говорить, мы читаем в 18-м стихе, там распяли его с ним и двух других по ту и по другую сторону, посреди Иисуса. Два разбойника, там на Голгофе, в Евангелии от Луки мы читаем о тех событиях, 22 глава, когда вот это все происходило, вы знаете, два обвинения, которые были выдвинуты, первое, это надпись, которая свидетельствовала об обвинении, была надпись вины его царь иудейский, второе обвинение, то, что он назывался сыном Божиим и вот все эти события на Голгофе, когда слышался смех, когда пришли на это место лобное и распяли Иисуса Христа, послушайте, что народ говорит, они до последнего хотели увидеть, что он действительно принадлежит Отцу Небесному и они говорят, других спасал, пусть спасет себя самого, если Христос избранный Богом. Дальше они говорят, сойди со креста, и тогда мы уверуем в Тебя. Они хотели увидеть это чудо. И действительно, вот эти события, тот смех, те крики, которые неслись на Голгофе, там на Голгофе вот эти два разбойника, которые были распяты, и один тоже продолжал злословить, но другой, другой видя все это происходящее. Слыша все эти слова, он написан напротив, унимал того, который злословил, говорил, или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. Вот оно справедливое суждение, когда он осудил сам себя, он сказал, что достойное по делам мы приняли, зато преступление он находится на кресте, так говорил тот разбойник, и он осуждал себя, но он взывая к Иисусу Христу говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. Заканчивая, хотелось бы прочитать из книги пророка Исаия. Послушайте внимательно. 53 глава, 12 стих. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем. Так говорило слово пророческое об Иисусе Христе, о его смерти на Голгофе. Он должен стать спасителем для всех живущих на земле, потому что всякий человек, который живет на земле, он рожден во грехах, и чтобы получить спасение, войти его царство в Царствие Божие. Нужен Христос, его кровь и его жертва, которая очищает нас от всякого греха. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok